Черно-белые с первых минут завладели инициативой и пытались забить, однако до финальной стадии атаки торпедовцев так и не доходили. Уверенно владели инициативой гости. На 17-й минуте за срыв атаки звезды в ворота торпеда был назначен пенальти. Его успешно реализовал нападающий гостей, экс-игрок «Зенита» и «Зенита-2» Алексей Гаселин. А уже на 21-й минуте он же заработал желтую карточку за нарушение правил. А на 34-й минуте во время реализации штрафного ворота «Звезды» питерцы снова нарушили правила и в их ворота назначили пенальти. Его реализовал Дмитрий Чернухин. Однако ничейным счет в матче оставался недолго. На 42-й минуте Алексей Гаселин забил второй гол в ворота торпеда. В итоге на перерыв команды ушли за счетом 2-1 в пользу гостей. Во втором тайме он не поменялся. Однако питерцы создали несколько голевых моментов, но реализовать их не смогли. Итогом матча стало очередное поражение торпеда. Наставник черно-белых Дмитрий Везьмикин извинился перед болельщиками за безвольную игру своей команды. Очень сложно, наверное, когда в команде нет лидера и команда разрозненная, что показала вот эта игра. Нет команды в целом, чтобы друг за друга. Один пошел в отбор, другой. Один пошел, второй не пошел. Один добежал, третий не добежал. В результате с начала этого года из 10 игр торпеда проиграла 8. В следующем матче он должен был состояться 1 июня с Иркутским «Зенитом». Черно-белые выиграли заочно. Соперники досрочно снились с первенства. Следующий матч торпеда пройдет 4 июня. В гостях владимирцы сыграют с «Читой». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...